Ну и еще одно решение наших депутатов. Пенный напиток в большой таре из полимерных материалов с этого дня под запретом. Речь идет о внушительных баклажках от полутора литров. По мнению законодателей, такая упаковка вредит здоровью россиян. Скептики же считают, что из-за этого решения парламентариев сократятся инвестиции в экономику страны. Давайте экспертов спросим. Прежде всего, главного редактора портала «Алкоголь.ру» Михаила Смирнова. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Сколько вообще в этом решении процентов забота о здоровье россиян? Ну, на мой взгляд, никакой заботы о россиян в данном случае нет. Есть абсолютное незнание вопроса. Ну, давайте посчитать. Если раньше брали одну баклажку, два с половиной литра пива с собой на дачу, то теперь будут брать две по полтора, получается три. ПЭТ, как вещество, исследовано и нашими химиками, и западными химиками, и медиками, и выяснилось, что оно совершенно безвредно. И в данном случае здесь отголоски, скорее всего, борьбы между производителями пива, которые разливают в ПЭТ, и производителями стекла. То есть в данном случае лобби производителей стеклянной тары победило лобби производителей пластиковой. Ну, еще и алюминиевые тары. И алюминиевые, да, конечно. Стикло и алюминиевые. Так, ну, давайте к нашей беседе подключим главу комитета по производству и обороту пива безалкогольной продукции Камаля Лебедева. Здравствуйте, Камаль Махамедович. Ну, как на вас отразится решение депутатов? Мне хотелось бы тут подчеркнуть даже не отраслевой аспект этого решения, а, я бы сказал, смысловой. В течение долгого времени разные точки зрения в обществе, в науке, в производстве, в сбытии, они все боролись за, по это или против. И вот сегодня принято, на мой взгляд, ключевое и даже, может быть, весьма значимое решение. Это можно назвать успехом нашего правительства и всей системы власти, что принято, наконец, взвешенное решение, и здравый смысл восхищенствовал, когда найден был компромисс между, так сказать, объемом тары, этой ПЭТ-тарой. Вот посмотрите, алкогольного напитка пива разливается в ПЭТ-тару всего в 19% случаев. 11% это молоко и примерно 52% это вода и газированные напитки. Представляете себе, какой был бы риск и удар для вот этих всех отраслей, для нашего с вами бюджета, если бы парламентарии не выбрали достаточно взвешенную позицию, полтора литра. Это, скорее всего, тот объем, который устраивает обе стороны, разные стороны противоборствующие. Камаль, ну, если следовать вашей логике, то мы вообще в ноги должны поклониться нашим депутатам, учитывая, что изначально же шла речь о том, чтобы запретить продажу пива, вот в данном случае, да, от полулитра в таре. То есть тут еще надо сказать спасибо, что они хотя бы полтора разрешают. Так я понимаю? Это разумная позиция, потому что, посмотрите, она дает ту самую свободу выбора, который сейчас имеет потребитель. Он сейчас выбирает, то есть сбалансированные объемы ПЭТ побольше, там стекло поменьше, там, скажем, банка алюминиевая еще меньше. То есть вот как бы сбалансированные позиции сегодня выбирает потребитель, и имея информацию о том, как устроены вот там вредные, полезные, там позитивные, там негативные качества той или иной тары, он делает выбор. Вот это, мне кажется, и сегодня это я бы отметил больше всего. Михаил Юрьевич, но вы-то не считаете, что мы должны благодарить наших избранников с тем, что вот они нам такой выбор предоставили, аж до полутора литров? Вы знаете, самое интересное, что ведь никто не спросил потребителей, да? На самом деле большие емкости, ну, достаточно редко покупают, причем покупают люди, едущие на дачу в основном. Вот какие-то силы борются в Госдуме за принятие закона, а потребителей никто не спрашивает, нравится ему это, не нравится ему это. Что бы он хотел? Это вот у нас, к сожалению, по поводу вообще алкоголя и пива тоже, принимаются решения, основанные на каких-то политических силах и экономических силах. А потребителей никто не спрашивает. В результате народ переходит на крепкий алкоголь, на водку, и, соответственно, а пиво во всем мире служит, ну, как сказать, антидотом, что ли, к алкоголю крепкому, то есть оно выдавливает, снижает потребление крепкого алкоголя. Камиль, мы действительно в начале нашей беседы подсчитали, что сейчас вместо одной двухлитровой вот этой баклажки будут брать две по полтора литра, получается три литра и выпьют его больше. По-моему, вообще простая арифметика, нет? Ну, это только одна, может быть, частная точка зрения. Я бы здесь отметил, что действительно сегодня цена пива, значительно одного единицы алкоголя в пиве, выше, чем единица алкоголя в водке. И этот толкает, этот фактор толкает потребителя, который хочет, скажем, алкоголизироваться, толкает на то, чтобы как раз купить ту самую водку, а может быть, не всегда она легальная. Поэтому то, что ПЭТ-АРО все-таки осталось не столь малой, как предполагалось 0,5, это означает, что какой-то баланс, баланс во всех отношениях и здравый смысл. Потому что аргументов с разных сторон было очень много. Нужно ли нам ждать, что, возможно, и не только пенный напиток, но и другие напитки не алкогольные, а среди них и вода, например, которые тоже продаются и в 5-литровых, и еще больше емкостях, что тоже попадут под запрет? Или это уже... Я надеюсь, что нет. Вот именно тот разумный размер, который сегодня выбран для алкогольной продукции, означает то, что продукт этот, то есть ПЭТ, это безвредный продукт, это продукт, который используется даже в каких-то органах медицины, то есть когда идет замена органов для каналов, для прохождения крови. То есть, другими словами, я считаю, что при таком решении, которое сегодня, изменение риска и угрозы для того, чтобы наш вообще пластиковая тара или пластиковое производство для бытовых нужд чувствовало какую-то угрозу, я считаю, что в данном случае... Спасибо большое, господа эксперты. Пить надо меньше, и это понятно. Спасибо.